Книга «Открытым оком» Том 1. Тема «Внутренний мир человека». Вопрос 228. «Могут ли бесы жить в человеке и никак не проявлять себя? Или чтобы человек не знал, что в нем бесы? Может ли быть такое и можно ли узнать, есть ли в тебе этот паразит?» Отвечает Игнатий Тихонович Латкин. Такой «квартират» может замаскроваться и какое-то время никак не проявлять себя. Жития святых об этом читаем многократно. Особенно это возможно, когда человек живет совершенно уединенно. Но стоит ему начать жить с духовно мудрым, активным христианином, как бес, немедленно заявляет о себе бунтом, осуждением, обидой, яростью, прикословием. Святые настоятельно советуют жить общежительно и в послушании о более опытных. Существуют определенные признаки небойного обеснования, но которые говорят о возможности присутствия злага духа. Повторяю, что только признаки, а не само обеснование. Демон боится оружия, которое дал на него Господь, поста и молитвы. Свои проявления он активизирует на молитве и во время поста. Борьба с плотью всегда противна демону. Сон, многоедение, блудные и греховные помыслы, серебролюбие, ложь, пьянство и подобные дела плоти – его питательная среда. Присутствие падшего духа в человеке почти всегда выражается и в его внешности. Суетливость, вмешательство в чужие дела, постоянная обида и гнев, искусственно выискиваемый, накладывает оттенок мрачности и подозрительности. Таким людям все время кажется, что им чего-то не додали, не дохвалили их, прошли мимо. Все вращается вокруг своего «я», дикой тщеслави и лжепослушания, лекарства. Цитата. «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми кресло и следуй за мною». Лука, 9 глава, 23 стих. В «Житиях святых» постоянно говорится о злых силах, духах, которые находились в учениках, опытных подвижников. И причина того, почему эти «квартиранты», в кавычках, оказались в их послушниках, была самая паразаическая. Самость, самомнение, болтовня с вредными собеседниками, нетвердость в писании, неисповеданность грехов этих.